Привет, любимые! Вы на канале 30+, и сегодня с вами говорим про гомоцистеин. Соответственно, гомоцистеин – проблема ее решения. Очень-очень актуальная проблема для тех, кто смотрит мой канал. Напоминаю, я медицинский психолог, нутрициолог. Соответственно, здесь про здоровье, ментальное и физическое. Гомоцистеин – важнейшая серо-содержащая аминокислота, которая входит в состав клеток и синтезируется непосредственно в организме из аминокислоты метионин. И источники, конечно, это говядина, свинина, баранина, морепродукты, рыба, яйца, молочные продукты. И метионин попадает в организм человека и используется. Это универсальный донор метильных групп для реакции метилирования. У кого проблемы с метилированием, сразу вопросы к онкологии, к депрессии, к стрессу, к паническим атакам. Почему метилирование – это ваша жизнь? Напоминаю, что ДНК – важный механизм регуляции экспрессии генов. Недостаточное метилирование может привести к мутациям и нестабильности хромосом. Например, вот что я знаю о себе? Я знаю о поломке фолиевой кислоты, я знаю о поломке группы В, витамина В12, о поломке витамина Д. И, соответственно, если я не буду относиться так к своей генетике, как данно, то могу огрести себе, прямо огрести. Поэтому, вот что хочется вам сказать, что если у вас, например, хронически повышен гомоцистеин и его превращение нарушено, известно, что обезвреживание происходит путем реметилирования и с участием витамина В9, В12, В6 и с участием бетаина. Гомоцистеин – это вещество, образующееся из холина, витамина В4. То есть, здесь мы с вами говорим про что? Соответственно, при дефиците В9, В12, В6, холина и бетаина, да, кофакторов метилирования, гомоцистеин будет нарушаться, что приводит к токсичности, проблемам с сердцем и, соответственно, вообще проблемам с сосудистым. Какие причины? Первая – это избыток красного мяса в рационе, сидячий образ жизни, нарушение функции почек, поломка фалатного цикла, как у меня, например. И другой момент – мутация генетики. Это все может достаточно нехорошо отражаться, потому что если есть уже какие-то холестериновые бляшки, то здесь могут быть история с тромбообразованием, стенокардией и сосудистыми нарушениями. Поэтому, если вы беременеете или вы пожилой, или вообще, в принципе, вы заботитесь о своем здоровье, то мало кто знает, что болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, которое тоже происходит из-за неправильного метилирования. И что нужно сделать, чтобы эту историю полностью исправить? Во-первых, проверить витамин В9, фалаты в крови, и кушать, конечно, их вообще в питании находить. Там грецкие орехи, кунжут, горох, петрушка, укроп. Ну, в общем, погуглите. В 12 обязательно в крови проверить, потому что у некоторых проблемы с кишечником плохо усваивается, мало этой истории. Витамин В6 в крови. И снизить употребление кофеина до одной чашки, а лучше вообще убрать, если у вас есть проблема. Добавить антиоксиданты и увеличить физактивность, плюс вода. И да будет вам счастье. Ребята, бетаин тоже нужен некоторым. Он снижает эту историю и поддерживает, в принципе, хорошее качественное состояние. Что надо убрать? Конфеты, шоколад, фастфуд. Ну, все это уже давно убрали. Кто смотрит мой канал, адекватные люди и профилактируют. Пишите вопросы, с радостью вам отвечу и дам обратную связь. Пока-пока.